Срок моратория на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в розничных магазинах истёк 25 января. Однако Роспотребнадзор настоял на продлении срока ограничения ещё на 60 дней. А значит, контролирующие органы продолжат выходить в рейды в поисках фанфуриков. Так, в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников. Возбуждены 25 уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства в сфере производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции. Обнаружены 359 мест изготовления и реализации алкоголя домашней выработки. В декабре 2016 года Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Положение о запрете было введено после массового отравления и гибели людей в Иркутске, которые употребляли концентрат для ванн «Боярышник». Резонансный случай стал поводом для тотальных проверок. За 30 суток моратория в Приморье сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили около 500 торговых точек. Из них в 43 магазинах продавали флаконы свитосепт, спирт этиловый и другие антисептические средства с содержанием спирта от 75 до 95%. Во Владивостоке запрещенную продукцию контролирующие органы нашли в магазинах на улицах Часовитино, Успенского, Белинского и других. На интернет-сайтах жители города уверяют – торговые точки с фанфуриками на каждом шагу. Проверьте магазин на Морозово 7 на Эгершельде. Отец как раз приносил оттуда такой же хлебный флакончик. Заскочите в магазин на улице Фадеева, город Владивосток. Там можно споить весь город и всего за 30 рублей. Ловите наводку. Город Владивосток, Первомайский район. Интернациональная 56А. Продают фанфурики. Фанфурики – это настоящий бич. В небольшом продуктовом ларьке или закусочной его продадут без лишних вопросов. Стоимость флакона минимальная – около 50 рублей. Продавцы, конечно, понимают, для чего покупателю пузырек с лосьоном. Но все равно отпускают товар. Это доход за счет здоровья и жизни людей. А главная задача участников таких рейдов – это забота о жизни и здоровье граждан, которые могут оказаться в опасности из-за употребления суррогатного алкоголя. Те, кто пытался нажиться на здоровье граждан, могут лишь заплатить штраф. Так, частное лицо заплатит от 500 до 2 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель – от 3 до 4 тысяч, а юридическое – от 30 до 40 тысяч рублей. Однако штраф будет наложен, только если суд вынесет обвинительный вердикт. Алина Черненко, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.